доброе утро уважаемые трейдеры приветствую вас на торговой сессии среды сразу хочу начать с новости сегодня мы будем точнее сегодняшнего дня будем вещать не только через перископа но и через фейсбук то есть дополнительный канал коммуникации если удобно соответственно смотреть эти трансляции непосредственно через фейсбук пожалуйста у вас есть альтернатива у вас есть выбор для тех кто смотрит уже в записи здесь ничего не меняется сразу же после нашего прямого эфира запись доступна на официальном канале на ютюбе поэтому если соответственно есть у вас такая возможность можете просматривать видео то не забывайте о том что на официальном канале соответственно есть весь видео контент который мы делаем собственно для вас и этот видео контента постоянно доступен соответственно подписывайтесь на канал комментируйте видео оставляйте ваши вопросы ну и конечно же лайки которые являются таким очень важным мотивирующим фактор для нас ну а теперь давайте перейдем непосредственно к самому брифингу как и всегда среда пришла неделя прошла но для рынка форекс да и в принципе сейчас для всей финансовой индустрии это не совсем так поскольку мы вплотную подошли к очень важному событию я думаю что не будет привлечением если мы скажем что под важным событием может даже стать событие всей недели и это безусловно протоколы последнего заседания американского регулятора которые обещают пролить свет на дальнейшие планы американской федеральной резервной системы по изменению вектор монетарной политики ключевой вопрос который остается на повестке обсуждений это повышение процентной ставки до конца этого года конечно же планы за последнее время вот за первые полгода 16 года очень сильно скорректировались вы помните после того как фрс поднял ставку декабре мы с вами позволили убедить себя со стороны представителей фрс и тех данных которые получали до этого что а в 16 увидим еще раза три-четыре подобные изменения потом ожидания съехали до двух и вот сейчас мы с вами гадаем о возможности хотя бы одного подобного решения два заседания фрс сентябрь и декабрь сейчас как бы нам не хотелось оставаться оптимистами мы понимаем то что если дойдет дело до сутки ужесточение монетарной политики это скорее всего только декабрь хотя на рынке очень много скептиков которые указывают и говорят в пользу того что если случится эта нормализация денежно-кредитной политики то не раньше уже первого квартала 17 года но во всем по порядку вернемся к перспективам фрс как только переключимся на пару доллар японская иена сейчас начнем давайте с нашего любимого нефтяного актива бренда и проанализируем ту ситуацию которая складывается на текущий момент клоу вчерашнего дня 40 902 сейчас отбились от локальных айов 48 86 действительно становится боязно поскольку впереди уже сопротивление 50 и если бренд каким-то чудом сможет продолжить реализацию таких бычьих амбиций то оказавшись выше сможет претендовать даже на более высокие ценовые значения я вообще сейчас не хочу этого допускать поэтому сегодня помимо тех факторов которые могут стать причиной ослабления соответственно бренда я взял наш традиционный символ который мы используем уже неоднократно в плане поддержки это бар нефти и соответственно дополнительные объемы предложения которые мы стараемся через накачку добавить на общий глобальный рынок энергоресурсов я надеюсь то что этот бочонок нефти который нам уже неоднократно помогал в копе с потенциально сильным долларом если протоколы сегодня не разочаруют и еще при поддержке того отчета который на повестке по запасам нефти могут единым фронтом толкнуть собственно бренда к более низким ценовым значениям и поддержать медвежьи ориентиры поскольку я считаю что бренда ну просто обязан сейчас исходя из целостной фундаментальной картины не будем сейчас циклиться на слухах ожиданиях стоит гораздо ниже теперь что касается вчерашнего ралли да мы начали торговую сессию с локального отката вы помните что даже во время брифинга надеялись то что коррекция на азиатской сессии продлится и на европейской и соответственно замкнется уже в сша то есть в рамках дня мы ожидали увидеть снижение но к сожалению этого не произошло поскольку снова актив стали быстренько выкупать и в итоге очередной прирост и набор высоты и в частности тестирование сопротивления на 49 долларов за баррель причина которая используется в качестве основного движка и триггера стимула как хотите для движения бренда это присутствующее ожидание того что на предстоящей встрече которая состоится в алжире нефтедобывающих стран участники смогут согласовать единую позицию комплекс мер которые будут направлены на ограничение производственных ресурсов в мире также обсуждается возможность рассмотрения повестки обсуждения даже заморозки производства на текущих объемах но то что первый что второй сценарий мне видится крайне маловероятно второй уж тем более не поскольку даже если нефть будет заморожена на текущих объемах вы понимаете что ее все равно очень много потому что судя даже по последним цифрам на производство нефти в рамках ближневосточного картеля в прошлом месяце они добавили 44 тысячи баррелей в сутки и соответственно доведя общий показатель до 33 и 11 миллионов это выше квота больше чем на 3 миллиона баррелей в сутки исторические максимумы по производству в саудовской аравии и между прочим интересно что увеличивая производство министр энергетики саудовской аравии позволяет рынку надеяться на то что этот регион поддержит инициативы которые предполагают снижение объемов производства но это тоже невероятно потому что саудовская аравия никогда не будет поддерживать подобные инициативы даже если другие регионы будут разделять без ирана иран и вовсе под вопросом будет ли принимать участие в этой конференции в этой встрече и будет ли вообще обсуждать эти предложения которые подразумевают ограничение добычи я уверен то что не не будет поскольку у них цель остается прежней 4 миллиона баррелей в сутки без ирана саудовская аравия просто примет участие во встрече но в конечном счете все сойдутся на том что пока что нет необходимости острых стабилизации цен на энергоноситель тем более после последнего ралли которым в принципе могут оправдать отсутствие какого-либо прогрессного шага и фактического решения другими словами ожидание уважаемые трейдеры которые сейчас и толкают бренд они любой момент могут сойти на нет и уши по мере приближения сентября я думаю по мере более менее адекватной оценки все придут к выводу о том что зря конечно же затащили бренд так высоко тем более что статистика по производству указывает на то что предложение по-прежнему существенно превосходит тот спрос который имеет место быть со стороны мировой экономики вчера еще вышел отчет по api здесь запасы частная оценка снизились на 1 миллион против прошлого роста на 2 0 9 сегодня официальные данные от минэнерго в 17 30 по московскому времени поэтому в начале брифинга я уже отметил что я надеюсь что эта статистика которая будет опубликована до протоколов может стать фактором поддержки нашей коррекционной идеи и наконец-таки сбить вот эту бычью спесь с активы и позволите трейдерам снова возновите распродажи которые имели место быть буквально считанные торговой сессии назад поэтому до тех пор пока мы не пробьем сопротивление 50 и не окажемся выше я не хочу рассматривать возможности дальнейшего роста и не хочу искать те факторы которыми можно было бы объяснить такое серьезное укрепление бренд вот если мы увидим больше 50 это практически 20 процентов но это конечно же слишком российская валюта 64 06 продолжается консолидация в районе 64 65 с небольшим а поддержку рублю как и днем ранее продолжает оказывать налоговый период которая в принципе как фактор поддержки будет действовать который еще больше недели поэтому сейчас если хочется цепляться за какой-то фундамент национальным характером то это именно конверсионные сделки повышенный спрос на рублевую ликвидность но с другой стороны для тактиков для стратегических инвесторов основным определяющим фактором остается нефти и если нефть конечно же продолжит свою бычь и ралли тогда рубль будет претендовать на закрепление ниже 64 но в любом случае мы помним то что бренд стоил выше некоторое время назад больше 50 долларов за баррель при этом рубль активно все равно держался выше 62 это как раз указывает на то что где-то там есть психологические значения которые просто не позволяют рублю укрепляться больше поскольку и без того на нагрузка на бюджета россии критическая и если еще допустить возможности еще больше потери рублевой стоимости баррель нефти тогда дефицит будет расти в геометрической прогрессии ну можно сказать так символично но это действительно на самом деле так и есть поэтому 62 50 62 это тот уровень который будет держаться как когда-то одержалась планка по евросвязи 1 и 2 я считаю что до нее мы вряд ли доберемся скорее всего вот рядом с текущими значениями будем консолидироваться но если не все-таки оправдает свои ожидания с точки зрения фундамента покажет снижение тогда рубль вернется к циклу прежней девальвации евро против доллара сейчас котируется на отметке 1 12 62 вчера мы видели то что повышательное ралли сохранилось бычий тренд продолжился и важно отметить то что евро не просто закрепилась уверенно выше сопротивление которое сейчас является уже поддержкой уровня 1 12 ну и претендовал даже на пробой 13 фигуры но пока попытки не увенчались успехом но все равно текущие котировки указывают на то что евро может легко все-таки двинуть опять в районе этого рубежа оказаться выше причины поддержки и основной фактор роста катализатор для единой европейской валюты это слабый доллар это сильная иена которая соответственно делает низкий поклон и статус валюты фондирования чего выигрывает в том числе и европейская валюта но и национальный фундамент который вчера поддержал евро вопреки ожиданиям в частности статистика по азию индекс оценки экономических условий бизнес оптимизма бизнеса оптимизм по факту если говорить о статистике прирост символичный всего лишь полпункта а против прошлого снижения на 6 и 8 ну кто-то может сказать что это совершенно не рост ничтожное значение этого индикатора который должен быть выше я в какой-то мере с вами согласен и вообще плюс для меня было удивительно наблюдать но не забывайте еще и про контраст с прошлым отсчетом он также очевиден и тем более он очевиден учитывая что прошлый спад прошлый месяц в июле до 6 и 8 это стало минимальным значением с 2012 года и вот сейчас и снова плюсе что касается оценки текущих экономических условий здесь также позитив поскольку мы выбрались с уровня пограничного который отделяет спад от восстановления поднялись выше планки 50 49 и 8 до 57 и 6 что также оказало локальную поддержку европейской валюте но наверное все таки больше спрос на евро был связан со слабеющим долларом индекс американский доллара вчера достиг двух месячного минимума на отметке 94 и 60 сегодня у нас все внимание приковано безусловно протоколом фрс последнего заседания будем искать намеки и скажем так продужим анализировать этот отчет через призму потенциальных изменений денежно-кредитной политики хочу сразу сказать что он для доллара это пожалуй такая соломенная палочка очень хрупкая но которая его может вытащить если он замотивирован на то чтобы использовать эту поддержку у него есть для этого все возможности поэтому если сегодня протоколы через потенциально возможные намеки на жесткие изменения на нормализацию денежно-кредитной политики а все-таки окажут поддержку доллара тогда мы постепенно начнем возвращаться к нашим прежним тенденциям которые предполагают ослабление рисковых инструментов и рост американца но если сегодня протоколы как и прошлый отчет разочаруют тогда и доллар кажется в числе аутсайдеров и в частности евро получит просто прекрасную возможность чтобы двинуть выше 1 13 и продолжить ралли может быть даже а с пробуем уже и 14 фигура но это пока только прогнозы предположения завтра мы с вами детально подведем итоги протоколов и посмотрим как действовать по евро доллару дальше мой основной сценарий это все-таки снижение но прежде чем присоединяться к этой сделке нужно дождаться возвращения в район поддержки 1.11 фунт против американца сейчас 1.30 39 котировки ушли мы выше сопротивление 1.30 поддержку вчера фунту оказал отчет по индексу потребительских цен в годовом выражении прирост на целых шесть десятых процента против прошлого 0.5 месячный правда спад но трейдеры не обратили на него на внимание и полностью проигнорировали ну да ладно будем уже говорить по факту что есть и не будем гонять почему какой-то отчет остался незамеченным самое важное чтобы вы понимали по британии индекс потребительских цен очень важно что действительно так и это первая статистика по инфляции которая дает более-менее адекватную картину по факту сбора данных поста референдума 23 июня и мы видим то что ослабление фунта стало причиной разгона и уровня инфляции и этот рост продолжится и дальше напомню что общий показатель по инфляции сейчас находится на очень низких уровнях и не может добраться до целевого значения в 2 процента уже больше двух с половиной лет а вот некоторое время назад когда мы с вами наблюдали индекс потребительские цены в районе нуля это и вовсе был минимум с 1950 года фактически с момента накопления статистики сейчас индекс растет никаких жестких комментарий действительно речи не идет но вчера раз индекс вырос трейдеры которые до этого не видели ни одного хорошего отчета по англии уже длительный период времени решили использовать его в качестве поддержки но это отнюдь не причина чтобы продолжать ралли и не ведь в раздравлении этого актива более высокие ценовые значения вы должны понимать что влияние на фонд продолжит оказывать ожидания более серьезных экономических стимулов со стороны британского регулятора и чем хуже будет статистика после вчерашнего индекса потребительских цен перед следующим заседанием банк англии тем больше вероятности будет подобных изменений сегодня у нас эстафету перенимает рынок труда уровень безработицы динамика заработных плат я хочу отметить что оснований для хороших цифр нет скорее всего статистика будет плохая и полагаю что она должна стать причиной возвращения пары фунт-доллар ниже уровня 1.30 доллар японская иена 198 сейчас мы видели что буквально вот считанные минуты назад был серьезный выпад пары когда юсди иена претендовала на уверенность крепления выше отметки 101 я думаю что до конца сегодняшней торговой сессии может оказаться даже еще повыше поскольку традиционный оптимист в отношении доллара если разбирать вчерашнюю торговую сессию мы видели пробой даже сотки но закрепиться ниже пара не смогла поскольку в игру вступили быки в отношении доллара и прекрасно использовали возможность технического отката плюс ко всему оказывается у американца гораздо больше друзей чем мы могли предположить и прежде всего могли предложить скептики потому что мы не сомневались и то что доллар все-таки должен отстоять свои лидерские качества поскольку отвечает за ведущую экономику мира и вчера эту поддержку оказали комментарии дэниса локкорда и вильмандали особая цен я хочу сделать на локкорда который традиционно поддерживают доллар мне кажется у него такая миссия принц перед заседаниями важными данными обязательно добавлять на рынок оптимизма и то же самое дело тогда когда статистика рачировал комментарии до вчера точнее локкорда то что рынок труда движется к постепенно максимальной занятости доля экономически активного населения растет безработица будет снижаться заработная плата продолжит расти американская экономика не утратила экономического восстановительного импульса последние макроэкономические данные указывают на то что перспективе 18 месяцев цель по инфляции будет достигнута и самое важное что мы услышали по-прежнему видит как минимум одно повышение процентной ставки до конца 2016 года эти слова собственно и оказали поддержку доллару позволив трейдерам забыть про провальный отчет по инфляции вы помните то что инфляция в годовом выражении составила на целых восемь десятых процента с прошлого роста один и в месячном ноль в месячном выражении соответственно и против а прошлого индикатор 0,2 процента поначалу мы видели то что низкие значения по инфляции стали причиной дополнительного давления на доллар но потом этот релиз стали разбирать по полочкам определив компоненты которые провоцировали рост могли бы стать причиной более хорошей статистики и нашли те самые грузики которые тянули этот актив вниз в частности самый волатильный компонент из общего индекса потребительских цен это цены на товары да они собственно и утянули индикатор к тем уровнем которые мы и видели но поскольку статус волатильности он подразумевает что сегодня то счет на одном месте а завтра на другом трейдеры тут же точнее не трейдера эксперт обратили внимание на более доминантный показатель и показатель который вносит более серьезный вклад в индекс потребительских цен в уровень инфляции это цены на услуги так вот в отношении услуг все хорошо тенденция роста сохраняется и по итогам прошлого месяца они поднялись на 0,2 процента в общем это прогноз который точнее разбор полетов был проведен Wells Fargo они считают что индекс потребительских цен продолжить дальше на расти по крайней мере имеет для этого все основания и не нужно так просто и лихо списывается счетов американца который по-прежнему сохраняет возможности для роста тем более что мы еще не закрыли собственно также как и фрс вопрос который предполагает повышение ставок до конца этого года поэтому сегодня ориентируемся на протокол как я уже сказал если доллар хочет усилить свои позиции у него есть прекрасная возможность для этого но если по итогам сегодняшнего дня мы поймем то что протоколы не стали причиной укрепления американца тогда доллар японская иена может повторно и уйти в район сотки и двинуть более низким ценовым значением поддержки которые находятся даже ниже 0,97 но об этом я также пока думать еще не хочу завтра подведем итоги протоколов и решим как действовать дальше по другим валютным парам без изменений доллар остается определяющей силы поэтому все ориентируются на него и сегодня мы следим за тем собственно какую динамику покажет американец важнейший отчет из сегодняшней торговой сессии это в 11.30 через час 30 данные по рынку труда по зарплатам в англии ждем слабые цифры и давление на фунт в 17.30 запасы нефти от минэнерго если запасы вырастут тогда у нефти появится еще одна причина для локальной коррекции которая может быть продолжена по факту жестких протоколов и в 21.00 важнейший отсчет максимум внимания с вашей стороны протоколы последнего заседания американского регулятора кодовое слово на сегодня ставка величина бонуса 15 процентов действует он до следующего брифинга но со своей стороны осталось пожелать вам только прибыльных сделок терпения конечно же более взвешенного подхода к оценке ситуации попутного тренда ну и увидимся уже конечно же в ходе завтрашнего брифинга который состоится 9.30 по московскому времени теперь у вас есть возможность смотреть его в прямом эфире не только через перископ но и через за facebook всего доброго до свидания